Аграрная партия будет участвовать в выборах 29 апреля. Так решили на заседании съезда этой политсилы. Как оценивают свои шансы аграрии, знает Марина Григоряна. На повестке дня съезда аграрии не только вопросы энергетики, промполитики и развития производства. Главное решение – участие в выборах 29 апреля, которые пройдут в 17 областях страны. Лидер партийцев говорит, у политсилы хорошие шансы. Основание для этого – достижение последних лет. Аграрная партия Украины четко на третьей позиции протягом последних двух лет в четырех хвилях местных выборов. Хочу напомнить, что в данных выборах приняло участь больше 6 миллионов людей. И аграрная партия имеет 14% загально-национальной и электоральной поддержки. Сегодня четкое завдание – брать не меньше 20%. То есть, оставаться в 30 лидеров в данном случае местных перегонах. Чтобы достичь достойных показателей, аграрии на местах организовали тематические заседания. Но многое, говорят, зависит от работы каждого кандидата. Мы, в принципе, обговорили основные вопросы активности кандидатов в депутаты. Заполнение всех округов, заполнение всех территорий. И самое главное – это эффективность. Керевники региональных партийных организаций планируют отримать, если брать средний высоток, более 20% рейтингу. Партийцы признают – одна из главных проблем – приостановка децентрализации. Аграрии уверяют – власть не заинтересована в становлении сильных громад. Поэтому решили обратиться к высшему руководству страны с требованием провести реальную децентрализацию. Децентрализация в разделе административно-территориального устроя – она заповильна. Заповильна, затяжна. И поэтому она должна быть прискорена. Верховная Рада не принимает конституционных изменений в отношении административного устроя. И когда уже творится объединенная территориальная громада, то выникают очень такие колизии. Децентрализация – это первая очередь, инициатива передается людям. Чтобы на территории люди были готовы выполнять в бюджете. Не только отримать эти бюджеты, выполнять, раховать, экономить. Любая реформа – это, во-первых, люди, а во-вторых, экономические ресурсы. По словам партийцев, полицилы уже нельзя назвать партией села. Поскольку за последние годы уровень их поддержки на местах вырос на 50%. Марина Григорян, Вячеслав Фролов. Подробности – телеканал Интер.